Всем здарова! Вы на канале Була и мы продолжаем смотреть сериал Руслана Гладенко Школа глазами школьника 4 сезон. Это у нас уже 31 серия. Да, 31 серия. Заголовок Мэр в школе. Опозорили директора. Ученик в торте. Глазами школьника. Мэр в школе. Ну, я думаю, Руслан точно не настоящего мэра там с города позвал. Поэтому, ну, будем ожидать, что будут интересные ходы. Опозорили директора. Это мы ждем и ученик в торте. Интересно, кто у нас окрасит свое лицо глазурью? Или чем еще? А, давайте. Приятного нам просмотра. Так, громкость настроена. Погнали! Здарова, Руслан. Подписывайтесь на его канал, на мой канал и на всех тех, кто его смотрит. Не забывайте, что наша цель 300 подписчиков. Всем приятного просмотра. Удачи нам. Серия 31. Нифига себе, а чё это ты так рано в школу пришел? А чё это вы так интересуетесь? Хочу вас спросить. Ещё и сам. Где твои друзья? Полина и девушка. А что, я сам не могу прийти? Тем более, мне папа. А что там по Софии Андреевне? Она заяву будет писать на нас? Да и сейчас там будет. Как же без этого? Просто не хочу нести ответственность за то, в чём я не виноват. Понимаешь? Кстати, а что там с Сашкой после его прививки? Всё нормально. Вчера общались, созванивались. А ты что, переживаешь за него? О, да-да, всё-таки переживает. Есть же что-то осталось. Есть же что-то осталось. Да больно, он мне нужен. Ты, кстати, Анжела делала домашку по геограмме? Да, дай списать. Герман, спросить хотел. А чё ты вечно переобуваешься? Это ты о чём? Да и так, с словом. Так а что там по домашке? Что мне за это будет? Ты чё, вообще больная? А ты что думал, жизнь это лёгкая штука? Или такой уровень не вывозишь? О, Димон, если я не ошибаюсь, там твоего друга сейчас на место ставят. По поводу домашки можем в киношку сходить. Чё такое? О, Дима, а то твой друг спотнулся и упал на огнетушитель. Прикинь? Ага, на огнетушитель, видно. Так, что это опять за крики? Ну, Евгенич, вы-то договорились с ней как-то? То есть по таймингу нормально зашли, после того, как она ему кинула огнетушитель. Не верю в это. Совпадение? Не думаю. Девушки, вы-то что опять натворил? Да, что натворил? Это ваша была новенькая неуравновешенная натворила. А что сразу новенькая? После того, как вызвали мою маму в школу из-за сломанного стола и прибитого к доске телефона, к которому я вообще не причастна. Я решила, что больше не буду появляться в радиусе двух метров, около Дерского, но он сам ко мне подошёл. Подходится в метушительный чайный прикол. Я пыталась остановить его от этой глупой идеи, но он взял и пшикнул на себя. Мы же сраблюсь ему, и он так внимания пытается... Ммм... Знаете, я уже про это говорил, что, вероятно, так всё и будет. Давайте ставим лайки. Я очень жду, чтобы такой именно был. Потому что, ну... Потому что с такими великими противостояниями, я вспоминаю противостояния Бэтмена и Джокера. По факту, а кто Бэтмен и Джокер друг другу? Враги или лучшие друзья? Эти не так много воюют, и знают уже многое. Ну, кроме того, что Джокер не знает, что под Москвой Брэпс Уэйн, но это уже совсем неважно. Правда, такой логикой нашит... Все эти ш... Дима Дерзкий и все эти остальные должны быть... Лучшими друзьями... Ляйца лучшими друзьями Камрана. Нет, это уже... Террая разрушена. Ляпнул. Слушай, Дерзкий, если тебе нравится девушка, подойди и скажи это прямо в глаза. Зачем портить школьное имущество? Дай сюда. А если... Не дай бог, в глаза, а? Алексеев Денис, вы серьезно? А что здесь происходит, Дерзкий? И вам не добрый день, Александр. Да, добрый день. А вы что, забрезгали Дерзкого огнетушителя? Да. Не в себе, Александр. Хотя, чего я спрашиваю? Вы сколько себе прививок на преследжение поставили? Пять. А, стоп. Я кажется, понял. Это вы специально забрезгали Дерзкого? Из-за того, что мы отказались выступать с группой в похоронном бюро? Вы, кажется, не в себе, Александр, после ваших прививок. Соберитесь, пожалуйста, с мыслями. Алексей Евгеньевич, я уже могу идти, а то на уроке как-то опаздывать не хочется. Да и думаю, вы тут с Дерзким и Огнетушителем разберетесь. С Огнетушителем разберетесь. Разберемся. Мы будем опять это все устраиваешь стенок школы, а? Вы... Что я вас начну пинками подзад выгонять. Так, телефончик дал сюда, быстренько. Зачем? Для профилактики у меня до конца занятий побудет. Давай сюда, бегом. Вот так. Кстати, ты эту ерунду в интернете посмотрел, да? А, стоп. Я, кажется, понял. Это Юля забрызгал Дерзким и Огнедушителем. У них же там типа батл. Кто-то... Странно, Сашка, но твое IQ тут на порядок выше, чем у некоторых присутствующих. Добрый день. А что здесь происходит? Открывайте шампанское! Возвращение великое. Все. Все, давайте. Все. Блин, неровно. Все, вечеринка. Все, вечеринка. Юрина вернулась. Еее. Здравствуйте. Ну что, учеников Огнедушителем тушите? Правильно. Так и надо с ними. Их было давно нужно усмирить. А то совсем разпояснилось. Настя Александра Юрьевна. Ура! Я рада приветствовать моих любимых учеников. Алексей Евгеньевич, может быть, мы пройдем с вами в кабинет? Да-да, я уже все подготовил. На, положи там, где взял. Пройдемте со мной. А что Юрия у нас в школе делала? Так это жена ко мне пришла. Мы вчера с ней созванивались, весь вечер общались. В смысле? Что? Ух, это я полночу. Дерзкий. Ты же помнишь, что она нам как вторая мама? А что происходит? Твоя лучшая подружка забрызгала меня огнетушителем. А так все, в принципе, по-старому. Я в туалет. Мне кажется, эту Юлю нужно попустить. Она слишком неволожительно ведет себя по отношению к нашему кладу. Да нормально она себя ведет. Просто дерзкий сразу на нее нападать начал. Наверное, самозащита такая. Нет. Оночка. Ничего себе. Ничего себе. Дерзко попустили. Ну, нашелся хоть кто-то, кто его будет на место ставить. Да, Димон? Куда дальше пойдешь? А что за киношка? А Герман Каджели подкатывает просто. Что, серьезно? Ты так быстро на другого? Да, нифига себе. Корова. Ты больной? Вообще-то у тебя с Наташей все быстрее. пошло. А с Германом мы что, не можем пойти в кино как друзья? И вообще, какого черта это тебя волновать должно? Что, мои маленькие крокодильчики? Все готовы... Крокодильчики? Что у вас уже случилось? Анжела снова Сашу пилит. Хоть они уже и растают. Анжела, прекратите пилить Александр. Не надо пилить. Это, так сказать, лесорубка. Ммм, правильно. Молодец Арнольдыч. Угрыл-то как. Умно. У меня к вам есть две новости. Первая, это по поводу романого стола и прибитого телефона за очередь. Которую мне придется все-таки разобрать. А вторая, у вас будет новый учитель. И как мне кажется, он вам очень сильно понравится. Юрьевна. Юрьевна будет. А по поводу стола и телефона, там директор с прошивкой уже разбирается. Все будет нормально, может, если что, Юлька подтвердит. Так, а что он сейчас за урок будет? И то преподавать? А это, пускай для вас всех, остается загадкой. Но от себя добавлю, что я очень рад, что именно этот учитель будет преподавать в нашей школе. А проблемы я как-то потом... Это Юрьевна, это Юрьевна. Готовимся к уроку. И, кстати, на перемене я к вам займ. Чтобы проверить, как вы тут... Слышь, дерзкий. А Герман сказал, показать тебя не было. То, что хоть кто-то появился, кто может поставить тебя на место. О-о-о-о-о. А Германа, видимо, давно на место не ставили. Да, Гера? Крутой рюкзак у тебя. Есть пробитие. Что за учитель? Как думаете? Может, кто-то сильной физической подготовкой? Чтобы мы не могли бы не выстоять ее науке. Ромка, не барахли, а? Так, она сейчас по расписанию английский, да? Вер, а рью. Сиддай, пожалуйста. Какой си... Не понял. Сэр, архаровцы, забыли английский, да? Скорее вы английский не знаете. Повторяю один раз для незнающих. Я имею в виду твоя класса для английского. Сиддай, пожалуйста. Так, понятно? Вы хотите сказать, что имеете учителя для нас? О! Имейте учителя для нас. Я бы понял это в другом плане, ну типа, о май, но не в данном смысле. Видели? Хоть один человек меня правильно понял. Молодец, дерзкий. I have teaching your class now. Ха-ха-ха-ха. Да, кстати, ты привел свою форму в порядок? Привел, да. Я надеюсь, у нашего нового учителя не такие же познания в английском языке, как у вас. Да, верю, верю. Я верю вам, Евгенич. Это киллеры. Киллеры выехали. Так, ага. В очках? Ты в очках. Я тоже в очках. Я тоже в очках. Так, вот так. И вот, я в очках. Мы чё, агенты? Опаздасти. Мэр! Евгенич, чё кричи? Геннадий Трофимович. О, Трофимович. Евгенич, Трофимович. А как это тут? Оказывается, в вашей школе учатся лучшие ученики, которые гранты получают за свои песни. Ммм. Ну, конечно, самое лучшее, так сказать, самое лучшее, вы понимаете, я ведь и самым и песни пишу, и слова, и... Чё? Какой это вы? Ремонт в нашей школе сделать, так это, как это вы тут, без предупреждения, да? А шокер у вас устаящий? Можно кого-то вырубить? У нас здесь просто один говорящий есть. Герман, можно показать какой-то он на практике? Покажите на практике. Так а чё вы ему тут посреди класса? Вы же, наверное, хотели со мной отдельно пообщаться. Так пойдём ко мне в кабинет, там мы спокойно поговорим. А у детей мы запросим сейчас, это самое, урок английского. Евгенич, ну чё так официально, а? Ну, расслабься. Надеюсь, ты у них уроки английского не преподаёшь, а? А то, помнишь, у тебя в школе двойка была по английскому. О, правда, матка? Готовься к английскому языку. Нет, конечно, не я. У них есть новая перспективная учительница. Пойдёмте-ка мне хребет там. Да-да, Евгенич. Все новости этого дня. Да. Герман с Анжелой в кино идут. Прикинь, бросит у меня. Корова тупо рывает. Закрой твой рот, бык у пёта. Еще и не отрицает. Ну и мне не давать. Вот она, она не отрицает реально. Понял? Добрый вечер, мои маленькие дебилы. В принципе, да. Голова ещё работает. Добрый вечер... Добрый вечер, вкратце. Александра Юрьевна. Добрый вечер. Как был ваш день? Мы рады, видимо тебя. Я так понимаю, вы наш новый учитель, да, Юрьевна? Александра Юрьевна. Так вы же у нас раньше биологии, понимаете? Так, садитесь на местах. Пожалуйста. Пожалуйста. У нас биология, Александра Юрьевна, пожалуйста. Мы не хотим, чтобы Бульдог Нателла Пандриновна У нас это биология, потому что Ее участие, как... Алхемия. Алхемия, хемия. Эти слова. Сейчас будем разбираться. Надеемся. Все-таки они его использовали, это имя, Илья. Просто я еще на... На третьей серии этого сезона, где он стрим вел на... Там... Да, стрим вел. У него там был профиль Илюха. Все-таки Илья у него имя, да. Это стайл. Это стайл. Я знаю, что именно вы будете преподавать у нас. Я бы завалил вас розами, но... Завалил вас в целом без цветов. Я не имею никакого права. Этому предлагаю тешиться данным экземпляром. Я его на рабочее место поставлю, да? Дерзкий. А вы не хотите уже, в конце концов, сесть на свое место? Может, тогда хотя бы мне кепку отдадите? Ага, понял. Извините. Give me, please, my cap. Give me, please, my cap. Because it's style. А вы могли бы вы объяснить ученику, как нужно вести себя с учителем? Они не смогут ему объяснить, Александра Юрьевна. У нас класс давно перестал учителей уважать. Меру никто не чувствует. А в школе учителя больше не авторитета, как было при вас. Теперь здесь главные ученики, такие как Дерзкий. Очень жаль, Герман, что в этой школе больше не уважают учителей. Ну ничего, мы это дело быстро исправим. А начнем с ученика Дерзкого. За сегодня у вас двойка. А чтобы исправить эту двойку... За что? Все пройденные темы по английскому за седьмой класс. Не, ну ты что, ваш страх потерял. Все, все, понял, больше не будет. Ты же просто шут. Александра Юрьевна, вы все это время будете на практике по английскому языку. Да, Саша, все это время я была на практике в Англии. А-а-а, все, оправдали, оправдали. Оправдали, где она была постоянно. Она, ее не было еще с... Ее не было с 11 эпизода. Где, с межфинала. Вот там ее не было. Вот там, от той серии, мы ее не видели. 20 серии ее не было. Ну, нифига. Пожалуйста, ну вернитесь к биологии. Нателла Павлиновна нам не нужно. Не переживайте, ученик. Вашим классным руководителем я не буду. Я это говорила еще в ноябре месяце. А вот помогать Леопольду Арнольдовичу в его нелегком деле я все же начну. Потому что уж слишком вы распоясались. Ну да, как говорил наш географ, будете его правой рукой. Очень остроумно. Now we take out our notebooks and write to the topic of the lesson. На какой теме вы остановились в прошлый раз? Let me introduce myself. Я вас поняла, Александр. Я надеялся, что вы принесете красок в эту школу. А по итогу только по литру темных цветов. Еще одно слово, и ты пойдешь к директору. А вы, кстати, неплохо провели мне школу. Хорошие ведущие были. Может, попробовать себя еще и в этот отрасль? Как я понял, вы умеете менять профессии и спонтанно уезжать на какие-то практики. Вы же ребят бросили и ничего им не сказали, да? Встал. Ого, ничего себе. Что за атака началась на Юровну? Я не могу полину, Дмитрия и Александра на пару слов. А вот вы как раз очень вовремя, Алексей Евгеньевич. Вот и забирайте, пожалуйста, Дерского на урок этики. А то он, видимо, не доучился. Так, и что опять случилось? А я неудачно пошутил, Алексей Евгеньевич. Но обещаю, что больше такого не повторяю. Обязательно беседу проведем. Так, быстренько встали и пошли. Группа ШГШ пошла. Они справятся? Тропимыч, я же вам говорю, лучшие. Все в восторге были. Полинка, ну спой вот эту вот песенку, которую я вам написал. Ну да, именно ее, как она там начинается? Вечером в парке, днем сидим за партой. Ну, вот как она, да, вот это, да? Да нет, нет, Евгеньевич. Это не для нашей категории. Сам понимаешь, что там, так, это не проблема. Трофимович, тексты другие напишем. Все будет лучшим верить. Да нет. Он еще и песню напишет. Блин, плохо. Да, Трофимович, сомневайся лучше. Все ясно, все ясно. Директор Шокер проверит. Надеюсь, все пройдет хорошо. Я могу на тебя положить. Вы же мне знаете, все пройдет в лучшем свете, Геннадь. Все будет хорошо, все будет шикарно. Все будет в самом лучшем свете, можете не переживать. Какой Шокер! Какая эхика, ёк-макарёк! Пусть он меня перед важными людьми позорит. И что это за песня такая тупая вечером в парке? Чего? За песню отвечать будешь? Какая говно песня? Я ее слушал несколько раз, мне по душе было. Успокаивает, в принципе. Не понравилось. Короче, сегодня в четвертом уроке будете выступать перед важными людьми нашего города. Понятно? С этими дядьками, которые отмывают бабки за счет школьников? Да, да. Я могу тебя выгнать со школы только за то, что ты срываешь урок английского языка. Все. Обсуждать эту тему с вами я не вижу никакого смысла. На четвертом уроке будете петь песню, ту, которую я вам написал. Может, лучше мы напишем? Что вы напишете? Вы уже написали. Днем в парке, вечером за парке. Хватит с меня. Все. Будете петь песню, то, что я написал. Я беру... Да, да. У вас там политика, наверное, будет. Солдумович, а можно у вас мел попросить? А что, мел берут разве в кабинете директора? Я тебе сказал, что вы должны дать. Так, все. Пошли. Мало, наверное, мел. Естное. Петь, что я напишу. Частушки? Нет. Ну да, все ради денег. Наверное, ради бюджета. Если нет, то, как вы должны быть человеком. Ученик дерзкий, когда вы, в конце концов, прекратите свои неуместные подкаты к учительнице. Может быть, у вас проблемы с психикой какие-то. А может быть, мне встретиться и поговорить с вашим отцом. Но если я был большой человек, с огромными масками и татуировками, это может быть улучшить. Нет, ученика, когда вы были большим накачанным мужчиной с кучей татуировок, это ничего бы не изменило. Ты все равно не имеешь права вести себя так. Не прокатит. Татуировки были на лице. Вот когда татуировки будут на лице, тогда мы и поговорим. Но уже не с вами, а с вашим отцом. Бестактный и невоспитанный ученик. Только что при директоре ты что обещал? А сейчас вытворяешь не пойми что. Простите меня еще раз, Александра Юрьевна. Просто я не знаю, что на меня находится, когда я гибну. Мозги у тебя отходят, когда ты видишь адекватного преподавателя. Добрый день, вы мой учитель, я вам... Матрос прибыл! Она, та самая наша морская вы звезда. Я рад возврату вашему... Дерзкий, это он придумал? ...которым его ждет она, любимая и прекрасная семья. Простите, а вы кто такой? Попрошу, я еще не закончил. Вся школа трепется от вашей красоты. Цветок подаренный судьбой. Вы издеваетесь над мной? Вручить его я вам хочу. Поклон я низкий отпущу. Дерзкий, это твоих рук дело. А что я? Ты позвал этого человека. Это, конечно, отбитый, но не настолько, чтобы звать какого-то клоуна, который еще и криво читает стихий. Вы кто? Поэт. Знаете что, поэт? Дерзкий. Поэт. Здесь абсолютно неуместен. Да, а может, я не дерзкий. Ты не пахнет, культурный ребенок. Я буду писать на тебя докладную на имя директора. И мне плевать, что с тобой будет. Если тебе интересно, то в будущем ни одна уважающая женщина не свяжет с тобой свою жизнь. Домашнее задание передам в конце этого дня. И да, спасибо, что в очередной раз напомнили мне, что вы самый худший класс. Да. Он все-таки все равно, мне кажется, что это не дерзкий этого поэта вызвал. Ну что, как все прошло? А, ну вот, кто это писал, вот. Арнольдыч. Кринжовый. Я думал, это дело рук Сашки. Он же у нас способен на такие махинации вызвать посередине урока, не пойми кого. А, что я? Я говорю, что Юрьевна нам как вторая мама. Я бы до такого и не дошел. Как я понимаю, не все пошло по-прежнему. А было бы все удачно, Леопольд Арнольдович, если бы Дерзкий не довел Юрьевну до срыва. В смысле до срыва? Я так понимаю, что сердечко Александра Юрьевны занято вами, да, на ближайшее время? Дерзкий, ты дурак? Ну, вы же понимаете, любви все возрасты покорны. Нет, Дерзкий, ты все-таки дурак. Я могу идти? Да, извините, что все так произошло. Я вам тогда оплату потом на картоске. Кстати, я там Юрьевна не говорила. Может, хочет снова стать вашим классным руководителем? Нет. Нет. Долго она, но кроме того, что она готова быть вашей правой рукой, но не более. Ничего не говорила. А вы что, хотите нас сплавить? Дерзкий, ты сейчас договоришься. Что с тобой не так сегодня? Ты что, не с той ноги встал? Да я шутки, шучу. Я по-поль доролю. Ну, пиговые тогда у тебя шутки. Если Юрьевну до срывов доводишь, придурок. Ой-ой-ой. Триггер. И в мусорку. Дерзкий, ты реально издеваешься? Окей. Если я раздражал кого-то на протяжении всего урока, то прошу меня простить. Просто Александра Юрьевна действительно очень красивый учитель. И у меня просто отшибает мозги в предыдущихсях. Надеюсь, такого больше не повторим. Ничего себе. А мы будем плетать перед пузатыми дядьками. Вот, да. Ты тут вот, дядька. Если что, я поэту Юрьевне вызвал. Просто так, чтобы понять его строение. Ну, так сказать, с приходом поздравить. И вы все не так правили. Получается, сердечко Юрьевны свободное? Я его нигде не нашла. А что, его в своем кабинете нет, что ли? Может, он к мэру уехал. Мэр вроде в зале ходил. Нам выступать, по сути, через 15 минут. А мы даже не знаем, что нам надо пить. Ну, как минимум, это неуважительно по отношению к вам. Слушайте, а может, не будем выступать? Нафиг оно нам надо? Потом нас выгонят под предлогом. Что Дерзкий сорвал урок английского языка, да? Это же Дерзкий. Чего ты паришься? Так, чё? Вы стоите? Не бойтесь, что ли? Ты чё без огнетушителей? У тебя горит? На, держи. Ого, завещание написала? Только если... Завещание. Давайте, репетируйте и не позорьтесь. Так, это чё? Это вам директор попросил передать текст для выступления. Чё ты вопросы задаешь? Дерзкий, не тупи. И чё это за листок? А где он? Что ты такое? Так, можно... А она чё, песня им принесла? Ты же отомсил Дерзкому за подставу из телефона. Я не думаю, что Юрка вас подставлять будет. Так ещё и говорить, что это от директора. Ты у неё личным менеджером работаешь? Держи, гни на антар... Да ну, это бред. Что значит... Вродит мэр по городу, ходит в заведение. Наш народ не поддаётся разным соблазнениям. Деньги все мы... Не поддаётся соблазнениям. Уступление хорошее. Мне директор скинул. Всё понравилось. А где директор вообще? Директор уехал по важному заданию. Так что давайте, ребята. Ага, куда? За пивом, что ли? Выступайте и, так сказать, освобождайте помещение для взоролословых. А ты скажи, что вы занасили барабаны. И проследи, чтобы эта четвёрка начала выступать. Короче, по-любому какая-то фигня. Давайте так. Сейчас выходим на сцену и поём наш трек. Потом расход. Какая-то очередная подстава от Юли. Не мог же директор нам тупые частушки написать? Ну, директор про частушки точно что-то говорил. Сашка, не всё, что ты слышишь, нужно воспринимать всерьёз. Хм. Это чё за ерунда? Вы что поёте? Чё значит ерунда? Он что? Ерунда? Какую дурацкую? Какую дурацкую переобуваешься, блин, специально под мэра? Эта песня вообще-то вам грант как бы выиграла. Ну, точнее, выиграла грант, но мы отдали интернатовцам. Так что, чё вы тут гоните? Да? Я для кого тексты писал? Юля, ты им передала мой листок? Да, конечно, как вы и просили. В смысле листок? Там же были тупые частушки написаны. Какой тупой, я оборзел в краю. Я понимаю, ну, ничем тебе, мои частушки не понравились. Ну, там, в принципе, и не плохие были. Ну, вот это же, например. Выбираем, выбираем, и никак не изберём. Только время зря теряем. Нас лучший мэр, Геннадий Трофимович. Ну, может быть, нормально, но нет, это хуже. По ритме всё идеально. Мы просто думали, что Юлина нас подставить хочет. Частушки, типа, написала. От Юли можно всё ожидать. Мы не думали, что это реально ваши частушки. Что значит подставить? Я уехал по важному делу. Юлю вон в коридоре встретил, чтобы она вам тексты передала. Так, Юлина, короче, я нашему мэру обещал, что всё будет на высшем уровне. Поэтому ты сейчас берёшь свою гитару и отправляешься с твоей петь песни на закрытой локации. Понятно тебе? Частушки петь. Так, слушай, и я сюда внимательно. Юлина, на тебя написала доклад. Если ты не хочешь проблем, ты сейчас берёшь свою балла, лайки и отправляешься туда со мной. Тебе всё понятно? А, Александра Юрьевна будет на мероприятии? Давай, иди, 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 иди. Манипуляции используются. Стыдно должно быть Алексею Девею. А вы берёте все остальные инструменты и относите в класс точных наук. Ну ничего, ничего же вам. Доверить нельзя. Всё, обосрать нахотите. Блин, какие-то бестолычи прямо. Всё, давай, отправляйся. Вы что, реально думали, что я вас так тупо подставил? Да, да, да. Только адекватное. Нет, неадекватное оно. Поэтому она утром детского этим огнетушителем залила, да? Ты поменьше думай. Иногда это идёт на пользу, как видите. Хурица общипанная. Во. А, чё это за торт? Хороший вопрос. А, во, кто-то с тортом связан. Вы мне можете объяснить, что сегодня за день такой? Дерзкие огни души. Дорвали какое-то выступление. Довели Юрьевну до срыва. Плюс ещё сломали телефон Рашиде. Ну и её стол. И что это вообще за торт? Ну, мы зашли, он уже здесь. Наверное, это для мэра от нашего дня. Я надеюсь, из него женщина. Твою мать. Я думал, там Юрьевна выпрыгнет. Или кто-то. Кто-то из знакомых персонажей. Ну никак. Не коротышка. Торт с коротышкой это худший подарок. Связано ещё плюс. Преданный, преданный класс. Что это было, блин? Оттуда должна была лучше Юрьевна выпрыгнуть, чем вылезть. Коротышка это. Она говорит, его связали. Ага, я в это уже не поверю. Наверняка опять подстаг какая-нибудь будет. Ну, в общем, серия получилась... Объективно говоря, она получилась хуже двух прошлых серии. На них я иногда чувствовал усталость. Наверное, ещё потому, что я ещё реакцию до этого снимал. Наверняка вы знаете, что я снимаю несколько реакций подряд. Учитывая с того, что уже даже вышли 32-я, 33-я, 34-я серии. Так что, может быть поэтому. Но всё равно просто мне показалось не такой уж весёлый и запоминающийся. Ну, кроме разве что и мэра Трофимыча. Ну так, ладно, серия годится. Надеюсь, вам понравилась данная акция. Ставим лайк и подписываемся на канал. С вами был Булл. Ожидайте следующих реакций. Всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok